Американский журнал Time огласил 9 кандидатов на звание «Человек-года-2023». Среди прочих претендентов участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда, американская певица Тейлор Свифт, генеральный директор компании OpenAI, Искусственный Интеллект, Сэм Альтман. Ну, казалось бы, что тут такого? Где ж тут масло в огонь? Но среди претендентов оказался президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин. Ну, вот, пожалуйста. Ладно, бог с ним, с Цзиньпином. Человек-года-23. Владимир Путин среди номинантов. Скажите, они там... Как бы это... Кто-то специально делает там? Ну, то есть эти провокации или что происходит? Ну, я бы не сказал, наверное, что человек-года это вот в таком вот уже исключительно положительном контексте. Это скорее все-таки речь о влиянии. Ну, и тут типичный американский фокус, когда идет вот это смешение. С одной стороны, политические фигуры, фигуры из шоу-бизнеса, фигуры из просто бизнеса. Так что это само по себе, это ничего не говорит. Если мы говорили о политике, говорили бы о влиянии, ну, приходится, да, признать, что Владимир Путин на многое влиял в этом году. Си Цзиньпин еще влиял еще на большее. Поэтому я бы не исключал, что именно Си Цзиньпин будет признан политической фигурой этого года. Что это будет Путин, мне все-таки кажется, это маловероятно. Не такое, если уже сравнивать влияние, уси влияние куда выше. Но что тут скажешь? Какой год? Такие герои. Поэтому все, собственно говоря, закономерно. Для добра, для сил добра, вот как вы вначале сказали, это был, мягко говоря, неудачный год. Это был год разочарования. Но он еще не закончился, конечно. Но пока ничто не говорит о том, что для сил добра что-то кардинально в этом году улучшится. Но, опять же, это же философский вопрос. Если мы не верим в победу добра, если мы исходим из того, что зло всегда будет побеждать, что всегда будет зло торжествовать, ну, тогда наша жизнь теряет смысл. Если все равно будет зло всегда торжествовать. Поэтому давайте все-таки будем смотреть на вещи позитивнее и надеяться на добро. Хотя, опять же, для добра сейчас, как повторюсь, не лучшее время. Но меня, даже меня, которого сложно назвать оптимистом, таким уж большим оптимистом, даже у меня нет такого уже запредельного пессимизма. Хотя, снова же, ситуация плохая. Да. Financial Times я вам процитирую тогда, чтобы... Чтобы еще, еще маселка, да. Из-за политических разногласий страны ЕС пока не смогли сверстать общий бюджет, что ставит под угрозу выделение Украине обещанных 50 миллиардов евро. Кроме того, у Соединенных Штатов Америки заканчивается время и деньги, чтобы поддержать Украину в войне с Россией. И об этом говорится в письме директора по бюджету Белого дома Шаланды Янг лидером партии представителей... Партии, палаты представителей. Вот. То есть вы говорили сейчас о Путине, о Лукашенко, об их режимах. Ну, и вот в Украине тоже все, судя по всему, да. Вы допускаете, что в 2024 году просто поделят страну, как бы, и закончится на этом все? Я не хочу это допускать, скажем так. Ну, как человек, который анализирует, я должен любые варианты рассматривать, даже самые неприятные. Я себя очень в этой войне Украины против России, вернее, России против Украины, я себя очень часто ловил на мысли, что вот действительно отрицательные новости об украинских поражениях, об украинских потерях. То, что мне в силу моей симпатии Украине просто было слышать неприятно и не хотелось в это верить, что я в себя эти новости от себя отгонял. Ну, в этом году пришлось стать большим реалистом, чем это было в году прошлом. То бишь реализм, он на самом деле необходим. Что касается тех процессов, которые сейчас идут, которые вы упомянули, связанные с Financial Times, то, что Financial Times писал, да, это все действительно так, это очень плохие процессы, это позорные абсолютно вещи, что в то время, как Украина находится на поле боя и когда ее противник вооружается просто до зубов, бросает все силы и все ресурсы не считаются ни с чем, чтобы все-таки достигнуть своих целей, в Европе, в Соединенных Штатах ведутся вот такие дискуссии. Но надо отметить, что такие дискуссии по таким важным вопросам, такие позорные дискуссии, являются довольно-таки обычной практикой для сегодняшнего западного общества. И то, что это выплескивается на странице газет, это имеет даже своего рода позитивный эффект. Когда это все-таки обсуждается, есть вероятность того, что будут приняты правильные решения. Поэтому, да, ситуация снова же тяжелая, но я исхожу из того, что все-таки экономическая помощь Украине будет продолжаться. И более того, Россия заставит это делать. По той простой причине, что у России, видимо, далеко идущие планы. Если бы у России предлагали какие-то перемирия или соглашения, это имело смысл бы делать, с российской точки зрения, я подчеркиваю. Они, может быть, пошли бы на какие-то дискуссии в конце прошлого года, еще до всей эпопеи, связанной с Херсоном, референдумами и прочим. Тогда, может быть, что-то можно было говорить, и они готовы были идти. А сейчас, после всего того, что произошло, они готовы только на одно. Они готовы на полную капитуляцию. Если Украина капитулирует, да, и все удастся им завоевать без боя, да, они это хотели бы сделать. Конечно, они бы на это согласились. Но Украина-то не капитулирует в любом случае. Украина будет продолжать даже с теми ресурсами бороться, и как бы тяжело не приходилось, с которыми есть. А Путин, он сейчас нащупал, что Запад как бы все-таки слабый. Он всегда думал, что Запад слабый. Да, я тоже говорил, что нащупал давно это. Что можно дожать, что можно добиться. Ну а зачем делать подарок Байдену? Закрыть эту страницу с войной. Войну заморозить, и война тогда не будет, по большому счету, серьезной темой в американской избирательной кампании. Тем самым лишить Трампа, как возможного кандидата на войск, козырей в кампании. Им это совершенно не надо. Я думаю, что осознание того, что Путин войну не собирается заканчивать, чтобы вы ему не предлагали, пока не достигнет всех своих целей, что не будет с ним никаких компромиссов. Потому что компромисс... Это не тот человек, который готов идти на какие-то серьезные компромиссы. Я думаю, что это понимание все-таки на Западе будет. Оно придет. Они опытным путем к этому придут и будут оказывать помощь. Ну, я не думаю, что вообще Украину лишат помощи. Нет, помощь будет. Вопрос же в том, сколько будет этой помощи. Поддерживать то состояние, которое сейчас, наверное, да. На что-то большее, наступательные операции и прочее, и прочее. Вот после последнего опыта, который еще предстоит критически проанализировать, украинское наступление, тут пока не выглядит, по крайней мере, так, что охотно скинутся на новую попытку для Киева. Хотя, снова же, ситуация очень динамичная. Она может измениться в любой момент. Фигина спросим. Он вчера на Грэмме был. У нас в пятницу он будет. Я так заранее закидываю удочку. И он же ездил. Проехал всю линию фронта. И говорит, ой, напрасно. Напрасно у вас такие пессимистичные, настроения там. Не то, чтобы они прям совершенно другие, но такого пессимизма там нет на фронте, как у вас здесь. Нет, я тоже об этом слышал, что такого пессимизма нет. На расстоянии все воспринимается, конечно же, по-другому. Пессимизм вызван ожиданиями, завышенными ожиданиями от украинского наступления. И в том числе подогреваемые Западом ожидания. Тот же репортаж, большой-большой материал, Вашингтон-Пост, который был опубликован, показывает, что Россию недооценили. То, как она будет бороться. Недооценила украинская страна. Но прежде всего недооценили американцы и недооценили британцы. А это в любом конфликте очень опасно. Врага никогда нельзя недооценивать. Лучше врага переоценить. А с Россией все это бросается из одной крайности в другую. Вначале это была абсолютно переоцененная армия. Потом, после ее проблем в первой фазе войны, абсолютно недооцененная. Сейчас опять идет тенденция к тому, чтобы переоценивать и говорить, ну все, вот они такие сильные, с ними ничего не сделаешь, их абсолютно не подвинешь. Хотя на самом деле всего можно было бы достичь, если бы в Европе и в Соединенных Штатах не вели дискуссии о том, что передавать, что не передавать, как отреагирует Москва, а как она не отреагирует, а просто бы делали то, в чем Украина просила. Если бы это было сделано, вполне возможно, что сегодня мы находились бы в совершенно другой ситуации. Абсолютно в другой военной ситуации, абсолютно в другой политической ситуации. Но это гипотетические разговоры, они ничего, собственно говоря, не дают и не решают. Это уже будет задача, задача историков будущего, которые будут изучать эту войну и делать соответствующие выводы. Да. У нас на плашечке написано «Лукашенко в Китае». Ну, уже нет. Да, не так, как вы вчера просили меня. А у Лукашенко в Китае. Значит, смотри, да, уже не в Китае, но побывал. И там такая интересная деталь. Значит, товарищ Си подарил ему корзину яблок. Вы пишите в своем телеграм-канале, на который мы немедленно даем ссылку в чате, что яблоки в Китае это прежде всего символ мира. Да? Что это за символический подарок такой от товарища Си товарища Лукашенко? И так, к слову, для заметки на полях, зачем Коля спортивный костюм? Ну, просто интересно. Ну, Коля, наверное, занимается спортом, поэтому будет носить спортивный костюм. Но на самом деле очень интересно было бы, конечно, чтобы эти подарки проанализировали действительно специалисты по Китаю, потому что в Китае любой подарок, начиная от самого подарка, заканчивая жестом и цветом, это носит совершенно обычный, совершенно очень важный характер. Там гораздо больше символизма, чем значение подарка. Но я начну тогда с костюма. Мне действительно самому было бы очень интересно узнать, что это могло бы значить, когда Николай и Лукашенко дарят, ну, это фактически костюм, насколько я понимаю, китайской сборной. Ну, это спортивный костюм, который там спортсмены носят. Он же все-таки не выступает за Китай. Как бы, если бы ему носить костюм, это, наверное, своей национальной сборной. А тут Китай. Ну, что они хотят тем самым показать? Может быть, Ран, Николай Ран? Ну, может быть. Может быть такой. Кстати, он действительно, что интересно, присутствует на всех встречах, которые там были. Вот все видео, которые опубликованы, почти на всех видео мелькает. Так что это тоже интересный сигнал. Это случайность, потому что он там в Китае находится, или потому что он знает китайский язык, или, может быть, у Лукашенко совсем другие прицелы. Может быть, он уже думает о будущем, о передаче власти, и поэтому пытается приблизить Николая тем самым вот к этому центру влияния китайскому. Что же касается всей этой истории с подарком, ну, меня это просто заинтересовал, когда я посмотрел эти видео, потому что все-таки у Лукашенко, да, подарок был довольно... У него были представительные подарки. Гораздо по ценности они значительно превышают подарки китайские. Но, судя по всему, это согласуется с китайской традицией, потому что тому, кто выше тебя, кто в иерархии находится выше тебя, тому и дарят более серьезные подарки. А, соответственно, тот человек, который выше находится, он тебе дарит более скромные подарки. Ну, вот там были эти яблоки. Ну, яблоки, яблоки, это действительно такой скромный подарок. Писали, что подарили ему корзину яблок. Но с яблоком не все так просто. На самом деле, как я просто почитал, это абсолютно доступная информация, никаких инсайдов тут нет. С некоторого времени в Китае довольно популярным стало Рождество, как праздники. Они дарят в этом контексте, в декабрьском, они дарят яблоки. Причем, поскольку там есть созвучие с китайским языком, я так понимаю, они дарят яблоки как символ мира. Ну, и, конечно, уважение, дружба, любви, всего остального, но прежде всего мира. И как раз-таки подарок Лукашенко яблоки, это очень символично, это подходит к тому, что происходит в Беларуси и к интересам Китая, чтобы в Беларуси был мир, чтобы на Беларусь не перекинулась война, чтобы интересы Китая, то бишь, транзит, в частности, вообще транзит, то, что Китаю надо, чтобы там было все мирно. Не, 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 да, не Пекин же там что-то Лукашенко желает, Пекин, прежде всего, сам себе чего-то желает. Вот давайте мы на этом подробнее остановимся. Что им надо? Я думаю, им не нужна война, они не хотят, чтобы война, война перекинулась на территорию Беларуси и, соответственно, ударила по их экономическим интересам, ударила по их транзитам. Это с одной стороны, с другой стороны, весь их интерес в Беларуси, он связан, не весь, ну, частичного, связан с географическим положением Беларуси. Идеально, в их интересах, как мне кажется, было бы, чтобы у Беларуси были нормальные, по крайней мере, ровные отношения с Европейским Союзом, чтобы Беларусь можно было использовать как плацдарм для своих товаров, производства товаров, распространения их в Европе и прочее, и прочее, и прочее. Но сейчас с этим, конечно же, очень большие проблемы. Режим Лукашенко, он такой двойственный для Китая. С одной стороны, экономическая польза, ну, сейчас ограниченная. Так уж много, больше, так уж много с этого режима не поимеешь. Из Беларуси так уж много не получишь. Но, с другой стороны, его и завоевывать не надо. Он сам бросается в твои объятия. Все поведение Лукашенко в Китае, оно как бы говорило, вот, имейте со мной дело, говорите со мной, пожалуйста, делайте со мной. Я готов на все ради вас. Только поддерживайте меня, я сделаю все, абсолютно все, что вы желаете. Вот так это выглядело со стороны в случае Лукашенко. Но, опять же, я думаю, что китайцы ему дают еще и определенную скидку, связанную с тем, что и вопросы границы, и вопросы транзита, это те вопросы, в которых он, может быть, хотел бы, даже хотел бы, вести себя так, как это выгодно Китаю, но не все в его руках. Потому что, в конце концов, будут пускать мигрантов или нет, и в каком количестве. Последнее слово за Москвой, как и во всех вопросах, как и во всех вопросах безопасности. Улучшение отношений с Западом, ну, тут с этим сложно, и Лукашенко особо не может, и не хочет, наверное, но, если бы даже он и попытался что-то сделать, не факт, чтобы ему Москва позволила. Так что, в этом смысле, я думаю, что он китайцам это объяснил, и китайцы это и без него, собственно говоря, понимали. Но им он выгоден, потому что он готов сотрудничать с ними, он готов предоставить Беларусь в качестве плацдарма для китайских интересов, ну и потенциально, если когда-то отношения между Беларусью и Западом улучшатся, ну, можно будет что-то, что-то и дополнительное Китай из этого может получить. Они же смотрят на перспективу. Их Лукашенко, как Лукашенко, не интересует. В том смысле, им важно, чтобы в Беларуси долгосрочно у власти находились люди, которые будут смотреть на Китай, которые будут ориентироваться на Китай, которые, ну, по большому счету, будут подчиняться и действовать в согласии с Китаем. И в этом смысле, конечно же, Николай Лукашенко для Китая был бы еще лучшим кадром, потому что он воспитанник местных университетов. Он воспитанник, он Китай знает не не понаслышке. Мне кажется, что в этой семье действительно любят Китай. И то, что Лукашенко, ну, конечно, там много было пафоса, и как у него всегда бывает, но вот эта вот симпатия Китаю и вера в то, что за Китаем будущее, оно, мне кажется, у Лукашенко совершенно искренне. Не зря же он китайцам, именно китайцам доверил самое дорогое, что у него есть, собственного сына. Так что в этом смысле, да. А что касается его всяких поезжей, я не знаю, может быть, я пропустил, я, честно говоря, слышал про самолет, что его самолет приземлился в Эмиратах, а он не выражил самолета. прервал срочную командировку в Дубай, важнейшую на климатическом заседании, выехал срочно в Китай и вернулся в Дубай, что как будто и не уезжал. Я думаю, что это формула работа, работа, отдых, работа и снова отдых. Вот сейчас начнется отдых. Поэтому он на этой конференции ему пришлось действительно поработать, побегать за африканскими президентами, пообниматься с ними. Это что же, это тоже работа, выполнил, выполнил, просто выглядело это все очень странно. Вообще, честно говоря, его общение с африканцами, оно очень странное. Он все время пытается их осчастливить, в том смысле, что рассказывает, мы вам поможем этим, мы вам поможем этим, мы вам поможем этим. Возникает вопрос, может, я такой циничный человек, я очень с удовольствием помогаю людям, но у меня тоже определенный эгоизм присутствует, я думаю, а что мне будет с того, что я там что-то сделал. А в случае Лукашенко, по-моему, и Африки, там только одностороннее движение у него на словах, поможем всем, чем можем, а вы чем, а вы что, ну, как бы об этом разговоры не идет. Но там он пытался это делать, пытался завязывать контакты, это правда. Потом, ну, выступление, это все банально, это мало интересно, то, что там было, там, чего нового, в принципе, конечно, не прозвучало. Потом был Китай, я думаю, что Китай был запланирован, я не верю, абсолютно не верю в эту точку зрения, о том, что он взял, сорвался и по приказу там приехал в Китай. Я думаю, что эта встреча была запланированной, ему просто удалось это встроить хорошо в график. Мне кажется, что он вообще не любит так вот уезжать на долгое время, то есть с перерывами. Уехал, там некоторые, приехал, снова уехал. Ему больше нравится, поехал, там, решил дела, отдохнул, вернулся. То, что о визите в Китай не сообщалось, я уже это повторял много раз, я свою точку зрения не меняю. Мне кажется, тут вопросы безопасности. Он просто боится пускать информацию о том, что его не будет в Беларуси продолжительный срок и заранее пускать эту информацию, потому что кто его знает, что может вообще произойти, он же считает, что за ним и всякие разведки охотятся и прочее, поэтому лучше давайте не будем сообщать, куда и кто летит, каким маршрутом, чтобы кому-то друная шальная мысль в голову не пришла. Видимо, в Китае визит сложился неплохо, но тут опять же проблема Китая заключается в том, там было очень много общих слов и никакой конкретики. Тут вот надо действительно сидеть, будучи специалистом по Китаю и трактовать всю эту символику, что означает, например, то, что подарки так вручали, что означают взгляды, а я в этом совершенно не специалист, и это, честно говоря, такая задача. Давайте не будем тратить на это время. Не будем, не будем. Ну, сейчас вернулся, сейчас будет отдыхать, сейчас отдохнет в Эмиратах и вернется, а потом еще наверняка слетает к концу года к Путина. Знаете, такая заметочка на полях. Вот пропаганде же очень нравится говорить о том, что у Тихановской, вообще у этих оппозиционеров, у них обязательно кукловоды есть, которые ими кукловодят, за ниточки их дергают. И вот Тихановская завтра и послезавтра присоединится к стратегическому диалогу Беларусь-США, который пройдет в Вашингтоне, обязательно пропаганда напишет, что поехала к хозяевам своим заокеанским. Блин, я чем больше говорю, тем больше напоминаю себя русскоязычного Лукашука. Ну, давай. Вот, а значит, то, что сам он полетел ботинки целовать товарищу Си, а потом еще к Владимиру Владимировичу, по первому требованию, да, как-то это вот, ну, это как-то вот опускается. То есть, там никто не кукловодит, как выясняется. Ну, хорошо. Александр, а к Лукашуку со всей любовью, просто на всякий случай, а то знаю. Да забыли уже все. Забыли. Вот, 6-7 декабря, стратегический делал Беларусь-США, и в интервью Вашингтон-Пост, а, между прочим, это не какая-нибудь там желтая газетенка, Вашингтон-Пост, интервью, Тихановская сказала, что это событие выводит сотрудничество Америки и демократических сил на новый уровень. Как Вы полагаете, во-первых, что это за уровень, а во-вторых, ну, насколько интересна эта встреча вообще и вот этот стратегический диалог с точки зрения политического обозревателя? Ну, мне, честно говоря, об уровне это судить сложно, у нее в жизни даже была уже встреча с Байденом, это уже эта встреча, переговоры, ну, переговоры, конечно, она сложная, сложно назвать разговор с Джо Байденом, но это уже высочайший уровень, но сейчас, конечно, там больше будет по профессиональным вопросам, профессиональным сообществам, я не думаю, что у нее будут встречи вот на таком уровне сейчас с Байденом или даже с Блинкиным, хотя, может, с Блинкиным будет, я не знаю, не берусь судить. Конечно, это все важно. Соединенные Штаты это супердержава, Соединенные Штаты это флагман западного мира, поэтому поддерживать контакты, обращая внимание американцев на то, что происходит в Беларуси, развивать отношения, чтобы доводить до американцев важность сохранения независимого белорусского государства, безусловно, это важный, это важный фактор, но мы должны учитывать, что возможности влияния Соединенных Штатов на сегодняшний день на ситуацию в Беларуси ограничены, предельно ограничены. если они выступят с заявлением и потребуют освободить политзаключенных, что они собственно говоря и делают, ну это может быть звучит несколько жестко, но это не больше, чем пустое сотрясание воздуха. Замечательно сказали, ничего реально не меняется. У Соединенных Штатов мало инструментов давления на Беларусь сегодня, кроме того, ситуация, которая сейчас есть во всем регионе, она с инструментами, она вынуждает и Соединенные Штаты к инструментам давления относиться предельно осторожно, чтобы не переборщить. В том смысле, чтобы Лукашенко не активизировался и сам не начал помогать России. Он пока все делает и будет продолжать делать, но он не проявляет инициативу. А вот если он начнет проявлять инициативу, это будет еще хуже для всей ситуации, для всего региона, но и для Беларуси, конечно, прежде всего. Поэтому, к сожалению, возможностей там особых нет. Но то, что они об этом будут помнить, то, что они об этом будут говорить и что хотя бы фактор Беларуси как-то будет присутствовать во внешней политике Соединенных Штатов, он и присутствует и без этого. Слово такое будет звучать. Слово. Беларусь. Иногда слово на самом деле важно, потому что на практике то, что происходит сейчас в отношении Беларуси со стороны западного мира, это еще раз демонстрирует слабость. Я привожу часто этот пример, меня за него критикуют, говорят, что почему я выделяю одного политзаключенного, а других говорю меньше. во-первых, говорить, конечно, надо обо всех, но в белорусском случае сегодня есть совершенно особый политзаключенный, это Лизбеляцкий, это Нобелевский лауреат мира. И то, что западный мир не в состоянии надавить, чтобы, по крайней мере, Нобелевский лауреат мира вышел на свободу, а ведь речь сейчас идет не о России, речь идет не о Китае, речь идет даже не о Северной Корее, речь идет о маленькой восточноевропейской стране своеобразным, очень своеобразным диктатором. Но даже в этой ситуации не получается надавить, чтобы Беляцкий вышел на свободу. В истории с Нобелевскими лауреатами есть такая же история, это история Ли Сяо Бо, китайского Нобелевского лауреата, его тоже не смогли вытянуть, он, кстати, там очень трагическая история, он умер в тюрьме фактически, но это Китай, а Запад не в состоянии решить этот вопрос даже в Европе, даже в Европе с таким вот режимом в Европе, и это показатель слабости, очень большой слабости, об этом говорить, и это уже говорит о многом, но о чем мы можем серьезно говорить, если даже в этом случае Запад оказывается бессилен. Да, хорошо, давайте вернемся в страну, предлагаю вернуться в Беларусь. Кстати, Александр, вот максимально сколько у нас еще времени, потому что много тем. Ну, минут 10 есть точно, есть точно, можно и 15 даже. Вот чем больше, тем лучше, потому что вы у нас сегодня единственный гость, вы вообще золотой наш человек. Мы сегодня все для вас. вернемся в страну, и вот там Казакевич такой, замминистром ВД, он говорит, мы дойдем до конца в сфере переработки и мяса, и молока, будут еще задержания, будут еще возбуждены уголовные дела, то есть человек анонсирует, будут, все будет. Я вот вам вчера скинул, помните, из Юлия Даниэля, такой писатель был, которого в Синянском судили знаменитый процесс. У него есть повесть, которая называется «Говорит Москва», и там рассказывается о том, как однажды по радио было объявлено в СССР, что, цитата, «в связи с растущим благосостоянием и идя навстречу пожеланиям широких масс трудящихся, в воскресенье 10 августа 1960 года объявлено днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим 16-летнего возраста, предоставляется право свободного умерщвшления любых других граждан. И вот у меня такое прям схожее ощущение, то есть будут еще дела, будут задержания. Посмотрите, товарищ, в смысле, это вы так вот, с чего вдруг? Ну, может быть, они уже провели какое-то расследование и знают, что, например, на таком-то молочном комбинате тоже проворвались, там, на мясном комбинате все проворвались. Но пока не было ни задержания, они просто об этом знают. Они знают, да, они вели слежку 10 лет, а сейчас... Александр, что вы думаете по этому поводу? Это уже книжка Даниэля? Да, или что? Так работает репрессивная машина. Но, с одной стороны, конечно, в этой системе есть коррупция. Безусловно, безусловно есть. Но даже мы сейчас же не о коррупции говорим. Подход к коррупции, он довольно избирательный в белорусском руководстве. Кстати, 1994 года избирательный. Так что ничего нового в этом нет. Что же касается Казакевича и остальных, им нужно демонстрировать результаты. И если он не демонстрирует результаты, если вот эта карательная машина, репрессивная машина не работает, могут спросить с него. И он очень, очень старается. Я думаю, что у него как бы есть и личные факторы, потому что его карьера притормозилась, в том смысле притормозилась, что он как был в 2020 году, если я не ошибаюсь, замминистра, так он замминистра и остался. Он по карьерной рейснице не растет, хотя он является одним из ключевых персонажей в репрессивной машине. Он озвучивает разные вещи, он там курирует разного рода процессы, уж он-то в этой совсем глубоко, в этой всем болоте находится. Ну вот надо сейчас сделать такие заявления, надо активизироваться, в том числе и в надежде сделать карьеру, потому что продолжить подняться выше. Потому что это является именно для Лукашенко основным вопросом. С одной стороны нужно держать номенклатуру в тонусе, чтобы там никто не расслаблялся, особо, чтобы каждый знал, что из-за тобой могут прийти. Ну и все общество. Они делают ставку по-прежнему на страх, на насилие, на парализованность общества и говорят, что за любым могут прийти. Так что вы тут все не обольщайтесь, никакой либерализации, ничего подобного не будет. Ну а что же касается методов всего, как это будет проводиться, ну а чем им вдохновляться? Они же вдохновляются советским периодом и всем, что они знают от Советского Союза. И соответственно, они это воплощают в жизнь. Но пока надо признать, конечно же, на мягком уровне. То есть принципы те же, но воплощение пока мягкий уровень. Ну 21 век. с 37-38. Ну 21 век, но 21 век не мешает, например, таким режимам, как в Северной Корее или в Иране откровенно зверствовать, сбивать людей палками, отправлять их в трудовые лагеря, как в Северной Корее и прочее. То есть в Беларуси, конечно же, пока до этого не дошло, все-таки в Европе та страна находится, но вектор, конечно же, плохой. Ну, Александр, из того, что мы знаем, в общем, знаете, как, ну хорошо, не как в Северной Корее, зато северокорейцы могут сказать, у нас не как в Беларуси. Я думаю, тут такая история. Вектор, вектор плохой, безусловно. Тут, 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 тут ничего нет. Они делают ставки на прессе. На произвол. Где-то мы уже и переплюнули где-то. Ну, мне кажется, есть какие-то моменты. Ну, я, конечно, не знаю, как там в Северной Корее, но из того, что рассказывали люди, выходящие из Акрестина, ну, знаете, как, не знаю. Мне трудно представить, что вот так массово. Ну, ладно, давайте мы эту тему оставим. Пытки, разумеется, в Северной Корее есть, и там очень изощренные, изощреннейшие пытки проводятся. Так что, очень часто это поразительно. Если посмотреть диктаторские режимы, какие они пытки, например, применяют, как они издеваются над людьми, как они уничтожают личность. Это очень похожие методы. Часто они даже, наверное, друг у друга ничего не заимствуют. Они просто... Такая природа диктатур. Они приходят к этим методам сами. Вот смотрите, насчет, вы сказали, либерализации никакой не будет и так далее. А вот Россия, например, сейчас очень ловко расширяет инструментарий этот свой карательный. Сейчас запретили они ЛГБТ. Я не знаю, что они запретили. Ну, так у них сформулировано это. То есть, они запретили ЛГБТ. Ну да. Мы запретили Радугу. Кстати, и Радугу тоже. И Радугу, и Радужного пони, и Тату, и все. И аборты, они там сейчас вот подумывают, может быть, тоже им как-то это самое. И сегодня я в эфире рассуждал о том, что, ну, это касается каждого из нас и напрямую, не потому, что там мы принадлежим, а потому, что вот к одиноким мужчинам будут приходить, к одиноким женщинам, к семейным парам без детей. Ну, уже говорил же о Чайлд Фри, что они опасны. Да, просто вот дальше пойдет этот маховик, и в России же мы видим, что уже есть изменения в законодательстве, касающиеся психиатрии, то есть вполне возможно как-то и подлечить надо будет человека, который в 30 лет до сих пор не женат. На Беларусь это может распространиться, как вам кажется? Может, может, вполне может. Тут тут же ЛГБТ в сегодняшней России это своего рода шифр. То есть если ты радикальный гомофоб и разделяешь вот эти вот эти вот эти воззрения и подчеркиваешь это, ты тем самым показываешь свою причастность и лояльность к этому режиму. Это своего рода гомофобия стала в сегодняшней России, вот для восприятия внешнего мира, в том числе, своего рода играет такую жору, как играл антисемитизм в нацистской Германии. Вот если там кто-то антисемит, откровенный антисемит, разделяет антисемитские воззрения, им с нами по пути. Поэтому, собственно говоря, и сателлиты Германии, сотрудничавшие с ней, они рано или поздно перенимали нацистскую политику относительно евреев. Там даже Италия так поступила, причем изначально итальянский фашизм не был антисемитским, но когда сотрудничество с Германией вышло на качественно новый уровень, они переняли все те же законы, которые были введены нацистами. И они стали в Италии реальностью. Но вот если мы этот пример переведем на Беларусь, то поскольку Беларусь движется в идеологическом фарватере Российской Федерации и постепенно перенимает разного рода идеологические постулаты российские, какие-то охотно, какие-то неохотно, но все-таки перенимает, а это в России воспринимается как своего рода признак лояльности. Если ты тоже такую же политику в области гомофобии проводишь, ты свой, ты наш, ты принадлежишь к нам, то давление будет усиливаться. Лукашенко, как мне кажется, он к этому в целом более равнодушен. Он безусловно гомофоб, он безусловно радикальный гомофоб. Ну, это скорее все-таки на тему поговорить и оскорбить, а не систематическое преследование. Все-таки гомофобия в Беларуси присутствовала, но белорусским властям не приходило в голову перенимать все долгое время эти законы, которые в России принимаются, я не знаю, с начала десятых годов. Это было не нужно. А сейчас давление идеологической России, оно все сильнее и сильнее, если концепции относительно Второй мировой войны, культуры памяти перенимаются. Почему бы не перенять это? Тем более, что, судя по всему, в высших эшелонах белорусской власти есть люди, которые полностью ориентируются идеологически на Россию и готовы и хотят перенимать эту политику. И это очень влиятельные люди, например, даже Наталья Качанова, потому что вся эта политика против Child Free, вся эта риторика против Child Free, против ЛГБТ, которая в Беларуси идет, она же идет от Лукашенко на таком повседневном уровне, а у нее оно более обоснованно в том, что вот посмотрим на опыт России, будем это перенимать. Так что думаю, что перенимать будут, надеюсь все-таки, не питая иллюзий, что не будут перенимать, думаю, что будут перенимать, надеюсь все-таки, что хватит ума перенимать, если уж перенимать в более мягких формах. И думаю, что Лукашенко будет в этом смысле мыслить немножко стратегически, потому что он для себя еще дверь на Запад, несмотря ни на не закрыл. А он как раз-таки в голове этот образ Европы, как гей-ропы у Лукашенко присутствует. И он думает для себя, что если придется с ними договариваться там, где якобы геи всем правят, надо тут вести себя будет осторожно. Лучше не поднимать такие законы, а то будет тяжело. Аргумент будет железный. Вы же видите, что в России. Мой тезис... А я вам тут все разрешил. Да, да. Мой тезис, что как раз-таки Лукашенко не перенимал эти российские законы несмотря на его очевидную гомофобию. Тут уже он позволял себе такие высказывания, которые Путин себе не позволял. Не перенимал он ее как раз-таки именно потому, что не желал излишне обострять отношения с Западом. Я думаю, что его вполне устроило бы на уровне поговорить какую-нибудь глупость, которую там напишет Озаренок или произнесет Муководщик. Вот на этом уровне это ему, думаю, ему было бы достаточно. А вот имплементировать это, делать законы, да еще начинать с гомофобии, а потом лезть в аборты и во все это, я не думаю, что это его так вот, что это у него какой-то трик, что ему это надо. В России они более убеждены в этом. Да, да. Для них это важнее. Вот, кстати, о том, для кого это важнее. Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва заявил, что вопрос о том, будет ли арестован Путин, если приедет в следующем году на саммит большой двадцатки в Рио-де-Жанейро, не входит в сферу его компетенции. Вы приезжайте, но... Это будут решать судебные органы, заявил бразильский президент. А насчет Шалюта говорит? Да, он собирается пригласить Путина на саммит G20. Во что это Лула Досилва играет? Большой мальчик сам ругается. Очень умно действует. С одной стороны, как бы, ну как его не пригласить? Он же партнер по БРИКС и как бы надежный партнер того, он считает. Значит, пригласить все-таки надо. Зачем с ним ругаться? Ну, может пригласить так, что не приедет. А, вы... Его пригласят так, что не приедет. Ну, не дадут ему какие-нибудь гарантии. Я не знаю, какие он там гарантии даже требует. Соответственно. Кроме того, Бразилия, это все-таки это не, даже не ЮАР, это, это уже тем более не Китай. Там политическая жизнь гораздо более бурная. Это все-таки страна, ну, долгое время там были военные диктатуры, но в последнее время все-таки это демократическая система, даже несмотря на историю с Болсонару. Вот. Поэтому там не все совсем так просто. Да еще и Аргентина рядом, где вообще пришли к власти, пришел к власти президент, который Путина абсолютно не недолюбливает. Так что пригласить можно, тем более, что когда это все еще будет, а там уже будет, может быть, совсем другая политическая реальность. но с другой стороны сказать, что мы плевать хотели на ордер международного уголовного суда, нет. Бразилия этого не хочет. Они изящно лавируют и вашим, и вашим, и нашим. И с Путиным не поссорятся, и с Западом не поссорятся. В итоге Путин не приедет, Запад это воспримет как положительный сигнал со стороны Бразилии. Если Путин все-таки каким-то образом приедет, ну, Лула продемонстрирует, скажет, что у меня независимая позиция. Я считаю, что все со всеми должны говорить. Интересный товарищ, да, Лула до силы. Ладно, Александр, последний вопрос. Вы говорили, у вас есть 15 минут? Последний вопрос. Вы слово пацана посмотрели? Нет, пока не смотрел, и, честно говоря, не решил для себя, буду ли я его смотреть. Почему? Важная штука? Да, да, эта штука важная. То, что я читал рецензии, это довольно важное, интересное кино. должно быть, но я с 24 февраля прошлого года не посмотрел ни один российский фильм принципиально. Вот, так что изменю ли я своему принципу в этой ситуации? Посмотрим. Я имею в виду не российский фильм, а российский фильм, произведенный в самой России. Все-таки это продукт из самой России. Но я думаю, что интересно, наверное, надо будет посмотреть из исследовательской точки зрения. Украинцы смотрят. Ну, с исследовательской точки зрения, наверное, я все-таки сгибко. На последнем вопросе вы начали пропадать. Как хорошо, что только на последнем вопросе. Я только сказал, что, наверное, я посмотрю, а к принципиальности придется отнестись гибко. как это много часто делают политики. Ну да. И ничего, кстати, страшного. И не часто. И живут, и прекрасно выглядят. Выясняется, что гибкость это еще полдела, а можно и насиловать, и убивать, и потом, в общем, быть вполне руководителем. Спасибо, Александр. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. До следующего раза. Счастливо. Счастливо. Счастливо.